Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. У нас позднее апрельское морозное утро и сегодня мы с вами еще раз поговорим о заморозках. Как они у нас происходят и поговорим о некоторых мифах, которые связаны с этими самыми возвратными заморозками конкретно в нашем регионе. У нас замечательное красивое солнечное утро, чистое небо и практически полностью белая трава, то есть на земле мороз. В литературе вы можете встретить такую информацию, что заморозки бывают двух типов, адвективные, радиационные. Одни идут с одной стороны, другие с другой и существует такое мнение, что на высоте сантиметров 90 и выше заморозка уже нет. Поэтому если вы поднимите свои виноградные возы повыше, то заморозка их не прихватит. Конечно, возможно где-то, когда идут какие-то совсем кратковременные волны холода, может быть это и имеет место быть. Но в нашем случае, при наших морозиках, таких поздневесенних, это миф и верить этому не стоит. Вот посмотрите, крыша беседки, она вся абсолютно белая, она вся абсолютно в ине, а высота там 2,5 до крыши, ну а дальше по коньку, наверное, метра 3. То есть, как видите, там тоже есть мороз. Вот высота приблизительно 80-90 сантиметров у барбекю, видим, тоже весь покрытый инеем. Соседская крыша у бани тоже вся покрыта инеем. То есть, в наших условиях ни о каких вот этих вот высотах речи не идет, и поэтому не допускайте этих ошибок. Если вы знаете, что погоды будут неблагоприятны, вы хотите сохранить ваши лозы, они уже там почки тронулись в рост, укрытие, укрытие и еще раз укрытие. Все остальное, какие-то куда-то поднятия, ну это лишняя работа, абсолютно бессмысленная, потому что, как видите, морозик у нас по всей высоте. Ну и честно говоря, я не знаю, какой мороз сейчас на улице, но в теплице ноль. Хотя вот зеленые почечки пока что вполне живы, будем надеяться, что так все и останется. Сейчас поникли нарциссы, гиацинтам тоже не нравится, но эти растения, они холодостойкие, они, конечно, отойдут. День близится к закату и посмотрим, что уже у нас получилось в итоге. К сожалению, некоторые почки все-таки повредились морозом, я вам показывала, с утра был ноль. И смотрите, как интересно, вот эта почка повреждена, рядышком почка, зеленая и сверху даже более раскрывшаяся, они зелененькие. Вот еще пример, почки рядышком, тут 5 сантиметров между ними, одна живая, вторая, вот она уже, видите, такая мягкая, она погибла. Вот здесь, смотрите, вот эта маленькая почка опушенная, вот она мягкая, она погибла, а вот здесь двойничок, с ним все хорошо. Но выше двойничок был зелененький такой, вот он погиб. Причем, что интересно, больше повреждений на светлой стороне, но при этом, смотрите, очень много зеленых побегов. Ну вот в углу, возле двери, на рашке там обрезано, там прекрасные зеленые почки. При том, что здесь и дверка рядышком, там же форточка вверху, и да, она закрыта, но тем не менее, оттуда чуть-чуть задувает, щелочки есть. Ну, видите, а здесь мороз не тронул. В общем, повреждения есть. Все-таки мы немножко погорячились, может быть, надо было поставить те же ведра с водой, или щелочку-то заклеить, да, что-то немножко сделать, или провести какое-то дождевание. Мы понаделись на прошлые годы, но ночь была, мороз был длительное время. Приблизительно в полночь уже были отрицательные температуры. И с утра, то есть одно дело, когда под утро там чуть-чуть приходит морозик ненадолго, а другое дело, когда это длится достаточно долго. Тем не менее, не критично. Будем считать, что прошла нормировка с зелеными побегами. Вот здесь, смотрите, рукавчики почти все целенькое, поэтому ничего страшного. Но, конечно, эта ночь опять нас ждет не очень хорошая, поэтому пролили мульчу водой, поставили ведра с водой. Поставлено их несколько по всей теплице, но будем надеяться, что все будет хорошо. А если будут какие-то повреждения, то совершенно незначительные. Ну, а то, что было на улице, на земле, вот там все зелененькое. И что хотелось бы сказать в завершении. На самом деле, вот такие погоды абсолютно не редкость для нас, а скорее регулярное явление. И каждый год повторяется одно и то же. На моей памяти может быть только один год, ну, может быть, два. Две весны у нас было нормальное, когда вот таких явлений не было, таких возвратных заморозков не было. Поэтому удивляться тут нечему, надо быть к этому готовым. В этом сезоне нам погода позволила не раскрывать наши лозы, поэтому волноваться нам не о чем. Конечно, в прошлом году было так, что уже и побеги были большие, и зеленые, и нам приходилось их укрывать. Но в любом случае для нас это явление достаточно частое. Стоит быть к нему готовым. В конце апреля, начале мая, приблизительно до 9-го, а иногда и дольше, надо следить за прогнозом погоды. И по возможности, конечно, пробовать виноградные лозы защищать. Конечно, полностью они не погибнут, но если вымерзнет основная почка, урожай может быть не всегда. На замещающих почках урожай меньше. Созревает он на 2-3 недели позже. То есть, конечно, глобально ничего страшного не произойдет. Но событие довольно неприятное. Потери определенные есть. Поэтому, если есть возможность, то лучше виноградник защищать. Но на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Желаю, чтобы ваши лозы были в тепле, чтобы они хорошо пережили эту весну, и летом вам дали хороший урожай. До новых встреч!